Телекомпания НТВ в Петербурге продолжает так называемый предновогодний марафон добрых дел, объявленный в городе благотворительными фондами. В дополнение к основной ежедневной помощи сейчас они собирают для своих подопечных подарки к Новому году. Каждый день в нашем эфире мы рассказываем о проводимых в городе акциях, предлагая неравнодушным петербуржцам присоединиться к помощи. Герой нашей истории сегодня реабилитационный центр «Велес». У него колен не только тем, что аналога ему нет в России. У него эксклюзивный список собираемых подарков своим подопечным. Это замороженные кормовые лягушки, мышечные черви, осиновая кора. Особенно востребна козья ива и не только к Новому году – еловые лапы. Все эти ядства в большом количестве поглощают дикие животные, попавшие в беду и спасенные сотрудниками центра Враполова. Перечень необычных кормов, лекарств и, конечно, угощений к празднику можно найти на странице Велеса ВКонтакте. Из продуктов. Это морковь, которая почти всем питомцам центра нужна. Это и включая копытных, и птиц, и медведям. Это абсолютно разные фрукты, ягоды, кабачки, тыквы, белые батоны, даже сдоба сладкая для медведей. В общем, достаточно такой обширный список. Также банные веники обязательно. Он для лосей. В баню не собираются, но очень их много кушают. Сейчас в центре живут около 200 животных. Волки, лоси, лисы, еноты, кабаны, совы. Одних только медведей 14, включая двух гималайских мишек. Чуть ли не все попали в Велес по вине человека. Пострадали от браконьеров, стали жертвой ДТП или нерадивых хозяев, решивших завести нестандартную живую игрушку. Такой могла бы стать львица Эльза, которая, скорее всего, потеряла шанс на жизнь в дикой природе, но обрела любовь и заботу. Другие воспитанники в силу разных причин тоже остаются в центре. Однако, если есть хоть малейшая возможность вернуть зверю свободу, ее возвращают. Пожалуйста, не оставайтесь в стороне добрых дел и обязательно присоединяйтесь.